Каждую неделю с полигона Тхумба уходит метеорологическая ракета. Полигон — часть космического центра имени Сарабхай, которого называют здесь Индийским королёвом. Сопоставление данных, полученных ракетами, запущенными в Индии и СССР, необычайно ценно для прогнозирования погоды. Запуск стал новым ритуалом. Он всегда собирает зрителей. А в городе Бангалор создают индийские искусственные спутники Земли. Космос для современного мира становится бытом. Но для индийца он и философская категория, естественная и понятная. Ведь, как писал Робин Дранат Тагор, бесконечность в Индии так же реальна, как солнечный свет. Советская ракета поднимет в небо индийский спутник, уже третий. И еще живы в памяти минуты, когда ушел к звездам индийский первенец Ариабата, названный именем гениального астронома, о котором мы уже упоминали. И вот в Советском Союзе готовят к старту спутник Пхаскара-2. Мерцающий фиолетовыми гранями, он похож на драгоценный камень из индийской сокровищницы. Однако истинная драгоценность — единение наших наук, наших мирных усилий. Руководят работами заместитель председателя Совета Интеркосмос Новиков и профессор Рау. Уже скоро взметнется пламя, и ракета, одолев земное притяжение, подарит спутнику простор. Так и сама Индия силой обретенной свободы порвала путы колониальной отсталости. Не метафорой листрочек-то гора стал этот полет. О, пробудист, восток седой! Ты слышишь? Век взывает новый. Открой мне дверь, сорви оковы. Пусть, озарив твой лик суровый, взметнется пламя вольности святой.